75 лет назад на трибунах стояли представители дипмиссии, эвакуированных из Москвы. Сегодня на почетных местах тоже самые важные гости – ветераны, среди которых и участник знаменитого парада 41-го года, только московского. Мы потом только через некоторое время осознали, что мы принимали участие в историческом событии, и что это событие имело очень большое значение. Торжества начались с возложения цветов к памятному знаку. В это время парадные расчеты уже выстроились на площади и ждали приказов генерал-майора Александра Протченко. Открывали парад расчеты, одетые в форму Великой Отечественной войны. Винтовки Мосина, трехлинейки и лыжи на плечах. Именно с таким снаряжением прямо с парада в 41-м солдаты уходили на фронт. Сразу за ними историческая техника клуба «Они сражались за Родину». Расчеты военных кафедр и патриотических клубов. Замыкал военный парад «Бессмертный полк с Героями Отечества» под аккомпанемент народного артиста СССР Василия Ланового. В этом году парад посвящен присвоению Самаре статуса «Город трудовой и боевой славы». А потому, помимо парадных расчетов, по площади прошли и трудовые коллективы. Представители канала «Самара ГИС» вместе с депутатами Городской думы были в числе первых в колонии. А всего мимо трибун прошагали 35 тысяч человек. Огромное количество людей приняли участие в параде. И это очень здорово. Потому что мы видим, какое количество молодежи принимает участие сегодня. И видим интерес. У людей хорошее настроение. Люди хотят участвовать в этом мероприятии. И это подчеркивает то, что у Самары есть огромное будущее. Погода решила тоже вспомнить ноябрь 41-го. Тогда в день парада было минус 20 градусов. Сейчас, конечно, теплее, но холодный ветер со снегом не помешали парадным расчетам пройти четким и выверенным шагом. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События.